Два вида аллергических заболеваний, характерных для ветра. Летний период связан с аллергией на пыльцу луговых трав. Это самые обычные травы, которые окружают нас. Мятник, овсянец, райграз, тимофеевка. То, что растет на газонах, то, что растет в лугах, в полях. Культурные лаки, кстати, тоже. Рожь, пшеница, овес. Второй вот аллергия, характерный для лета, это аллергии на ужарение насекомых. Пчелы, овцы, шершни. Период их активной жизнедеятельности летом. Наверное, каждый человек, страдающий непереносимостью к тем или иным природным явлениям, хотя бы раз задавался вопросом. Аллергия – это наследственная или все же приобретенная болезнь? По словам профессора Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Рустема Фасахова, развитию полинозы способствует оба из вышеописанных критериев. Аллергия – это заболевание, которому наследуется предрасположенность. Если родители болеют аллергией, это не значит, что 100% их дети будут страдать аллергией тоже. Но если один из родителей болен, вероятность составляет около 40%, если оба уже 60%. А заболеть, не заболеть, зависит в том числе от условий окружающей среды. Если с симптомами и возникновением аллергии все более-менее ясно, то вопрос облегчения физического состояния в летний период актуален всегда. На сегодняшний день в каждой аптеке населенного пункта представлены лекарства, доступные как без рецепта, так и по рецепту, чтобы помочь уменьшить страдания в сезон. Но надо понимать, что правильно подбирать их стоит совместно с врачом и начинать принимать заранее, еще до начала аллергии. Также, помимо медикаментозного лечения, ученые выделяют еще способы борьбы с этой болезнью. При сезонной аллергии есть такой способ лечения, как просто поменять регион на сезон цветения, то есть уехать либо туда, где эти растения вообще не растут, не цветут, либо там, где они уже отцвели, либо еще не отцвели. На сегодня есть возможность больным с сезонной аллергией посмотреть, есть ли пыльца, их аллергенные пыльца в воздухе, в том месте регионе, куда они собираются, и сколько ее там. Оставлять без внимания сезонную аллергию никак нельзя. Весной, зимой, летом и осенью аллергию нужно диагностировать и лечить. Обязательно обращайтесь к специалисту, иначе список триггеров может вырасти, и аллергия будет преследовать вас круглый год. Карина Саяхова, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова